Я сделаю короткие заключительные выступления, потому что оно отмечено как завершающее такое выступление. Это клиническая социатрия. Я еще раз хочу сказать, что клиническая социатрия вективности, она сформирована на теоретико-методологической базе социально-психологической вективологии. И то, что сегодня в нашем педуниверситете названа школа социальной психологии, клинической вективологии, то если представить себе социально-психологическую вективологию как треугольник, вот здесь идет онтогенетическая вективология, здесь скрытую вективность, мы изучаем, как она формируется. Дет идет экзистенциально-драматическая, здесь мы децидивно в действии, а вершина, вершина – это клиническая вективология личности. Дальше уже нужна социатрия, иначе это будет проблема. Мы сегодня в основном затронули демонстрацию социатрии, ее возможности на процессуальном уровне. Мы не трогали формообразующие элементы социатрии, мы смотрели процессы, мы смотрели проблемное поле социатрии, и мы все время опирались на идею, высказанную когда-то американским психоаналитиком и психотерапевтом Гарри Сэкс Салливаном. В его знаменитой книге, она одна единственная была за всю жизнь сделана на основе его выступления, это интерперсональная психотерапия. Это интерперсональная терапия. Именно там он впервые показал, правда в российской психологии это было сделано раньше, но не вышел на уровень практики. Там он показал, что человек является продуктом отношений. Вот может быть грубо это звучит, но достаточно точно. То есть по ребенку, по характеру его жизни, по судьбе, по его социодинамике как личности, мы можем видеть в каких отношениях он формировался, какие отношения он принесет свою семью на свою работу, с какими драматизмами он будет жить. Вот на сегодняшней нашей секции, на нашем секционном заседании, а здесь присутствовала лаборатория и студенты-магистранты первого курса, который начинает, вообще сформировалось понимание драмопатии, как вот суммы виктимизмов, как виктимогенные уязвимости жизнеспособности. Вот мы должны все время понимать, социально-психологическая виктимология личности решает глобальную проблему существования человека, его жизнеспособности. Его жизнеспособности. Мы изучаем, мы специально делаем такую научную редукцию, мы изучаем только три механизма жизнеспособности. Идентификация, адаптация и субъектная регуляция. Вот эти три механизма, они блокируются из-за дефицитов компетентности, которые порождают. Я Галю остановил, потому что мы не затрагивали сегодня слово и не затрагивали все процессы, связанные с культурно-психологическим дефектом развития. Но виктимность формируется, когда сформировалась уже культурно-психологическая. Ведь фундаментом, на котором формируется виктимность, это культурно-психологический дефект развития. Культурная патология личности, когда родители добровольно учат ребенка не применять усилия, когда ложное представление о гуманизме приводит к тому, что насилие путается с усилием. Я все время привожу формулу. Нет усилия, будет насилие. Насилие в виде манипулирования, в виде социально-психологической эксплуатации, насилие в виде, так сказать, привязанности, оно сегодня и есть. Поэтому мы говорим, что вот на сегодняшний день мы затрагивали проблему драматизма как децизивной виктимности, виктимности в действии, драматизм межличностной коммуникации, драматизм во внутренней личности коммуникации. Мы меньше затрагивали социальный драматизм, когда человек вступает в противоречие с обществом. Это может быть девиантология, в криминологии и так далее. Но нам удалось сегодня показать, так сказать, социатрию как практику, практическую область социальной психологии, которая разрешает проблему девиктимизации, работая с почвой. И вот механизм переживания, механизм, так сказать, ментализации собственного действия, рефлексия. Это все механизмы реконструкции человека собственных компетентностей. Это механизмы работы сознания. И вот у сатрии есть одно ограничение. Оно как метод, оно как направление социально-психологической практики не может применяться людям с ограниченными умственными способностями. Потому что там работает очень много когнитивных механизмов. Потому что сама реконструкция, сама, я бы сказал, система перестройки внутреннего мира – это очень глубокий когнитивный процесс, который Лев Семенович Выгодский назвал социобенезом. Это очень серьезная работа внутри, и надо делать. Мне понравилось, что сегодня мы события показали как терапевтический инструмент. Терапевтический инструмент с сатрией. Мы показали конфликт как терапевтический инструмент. Мы показали действия как терапевтический инструмент. И самое главное, мы показали те элементы, которые перестраиваются. Ведь понимаете, когда идет реконструкция патологии межличностных отношений, то прежде всего требуется реконструкция статуса, реконструкция всей диспозиционной системы человека. Но на первое место я ставлю статус, идентичность, действие, роль, ориентация и характер, наконец, следующий. Вот в поле внимания клинической социатрии в активности находится весь спектр социальных патологий. Это социальная патология всего общества. Вот инфодемия, которая сегодня развилась на площади пандемии, она как раз характеризует состояние социальной патологии в обществе. Мы говорим об организационной патологии, и прекрасно был доклад о нарушенной коммуникации, потому что мы ее сегодня пережили в первом числе занятий с первокурсниками, потому что невозможно было подключиться. Организационная патология, она должна рассматриваться как организация семейных отношений, организация коммуникации в межличностных отношениях, на работе, в работе, как угодно. Наконец, мы говорим о том, что вот межличностная патология, как правильно сказала Галя, которая реализуется в отношениях и в коммуникации. Вот это краевольный камень. Я в прошлом году делал большой доклад на эту тему. Это краевольный камень. Это термин, придуманный Ирвином Яломом. Я у него его взял, но разрабатываем мы его. Но самое главное, вот в сегодняшнее время родило культурную патологию. Вот я начал со слова культура нарциссического перфекционизма. Вот сегодня образовательная сегрегация, когда мы делим школы на гимназии, на лицее, она все время рождает психодраматизм, борьба с самим собой, борьба, когда кто-то кому-то говорит, я учусь в гимназии, ты учишься в лицее. И вот эта вот борьба через презентацию, у нас ритуалы знакомства начинают носить характер культурных конфликтов. Я очень прошу и Аню Кристинов, как профессиональных культурологов, вот на это больше уделить внимание. Культурной идентичности. Сегодня разрушается культурная идентичность. Мы стесняемся русской кириллицы. Вот если в Америке мода на кириллицу, там сегодня пишут многие латино, как говорится, по происхождению слова русской кириллицы. Она не совсем русская, она славянская все-таки кириллица. А вот там эта мода. Мы стесняемся. Спекуляция идет на культурной идентичность. На самом деле это социально-психологическая эксплуатация уязвимого человека. Социально-психологическая. Нам сегодня на базе нашего сегодняшнего секционного заседания надо понимать, что клиническая социотрея в активности – это работа с драматизмами разного уровня. Клиническая социотрея представляет систему тренингов культурно-генетических, где мы выращиваем. Вот я работаю сейчас, я благодарен ребятам, что они уже по два, по три года непрерывно ходят. Кто-то прервался. Я очень надеюсь, что вернулся. Я надеюсь, что еще возникнут группы тренингов и так далее. Идет культурно-генетическое выращивание компетентности другого. Вот Аня сейчас просто с блеском показала сходу, соединила две темы и спокойно, не утруждаясь, в свободном общении выложила всю свою позицию, как хотела. Это результат достаточно высокого уровня компетентности не только коммуникативной, но еще и ментальной компетентности, методологической компетентности. С другой стороны, мы говорим о том, что социотрея берет огромное количество методов социальной терапии. Терапии, построенной на межличностных диалогах, на межличностной коммуникации. Терапии, которая подходит к девиктимизации личности через ментализацию и через монодраму. Потому что драмотерапия имеет социальную драму, которая построена, так сказать, на взаимодействии двух людей, на диалоге. И монодраму, когда внутренний диалог человека разыгрывается им для самого себя, и в него может включить участие социальный терапевт, а может не включить. Но это очень интересно. Я, так сказать, люблю монодраму по Брехту, когда человек проигрывает какие-то куски событийного ряда своей жизни, а потом использует рефлексивные зонги, что-то проговаривает, как-то анализирует, потом пересматривает, тем самым реконструирует свою компетентность. Одним словом, вот это секционное заседание, надо сказать, большое спасибо Новосибирскому отделению Общероссийской психотерапевтической лиги и вообще всем коллегам-психиатрам, которые большое внимание уделяют нашему подходу к этимологическому. И то, что вот сегодня мы презентовали в таком развернутом виде социотре, ее внутренние процессуальные механизмы, и наметили, что в последующем мы будем показывать формы, потому что драмотерапия – это как раз концентрированная. Она берет и социально-терапевтические методы, культурно-геметические методы, методы других направлений и так далее. И очень хорошо использует театральную педагогику, она очень хорошо использует культурологию, она хорошо использует искусствоведение. Вот культурно-историческая психология Выгодского в действии, в действии. И вот здесь мы видим, как формируется национальный характер, национально идентично. Вот если бы все-таки сегодня присутствовали социальные педагоги, они бы для себя поняли, что драмотерапия и клиническая социотре эффективности – это перспективнейшее направление для изменения социально-педагогической деятельности в школе. Это очень мощный инструмент, благодаря своим возможностям, но я хочу напомнить, что все продолжает развиваться и растет из социально-психологической деятельности. Исследуя частные случаи, исследуя частные проблемы, мы сегодня продолжаем развивать и социально-психологическую деятельность в личности, которая раскрывает нам скрытую вентуальную вективность и децизивную вективность действия. Вот когда действие человека, вективное поведение человека разрушает его самого, не дает ему возможность выполнить экзостанциональную исполненность, то есть выполнить смысл своей жизни, когда человек попадает в фазу эмоционального выгорания, которое вольно-невольно приводит его к экзостанциональной фрустрации, экзостанциональному неврозу и экзостанциональному вакууму, сегодня, к сожалению, это бывает у подростка, человек кончается с самоубийством. Мы говорим, несмотря на то, что мы решаем глобальную проблему, СОСА-3 сегодня может решать и частные проблемы. Именно в социально-динамических подходах к драматерапии, где разыгрываются какие-то межличностные конфликты, организуются межличностные коммуникации, можно организовать катарстический сброс драматизма. Катарстический сброс. Нам нужно подумать и об этом, о катарстическом, может быть, аналитика, катарстическом, так сказать, направлении, которое можно интервьюировать только тоже в драматерапии. Я не знаю, я очень хочу, чтобы каждый из вас потом на страницах нашего, так сказать, небольшой чата под названием «Тренинг профессора Уруденского» высказал свое мнение по сегодняшнему секционному заседанию. Но мне кажется, сегодняшнее секционное заседание показало каждого личностный рост, динамику развития компетентности, за что я вас очень благодарю. Это самый главный результат. И, с другой стороны, каждый из вас продвинулся где-то в осознании клинической социатрии. Клиническая означает «наблюдаем, социатрия исправляем». Предмет – вективность, порожденная межличностной патологией. Я специально делаю упор на межличностной патологии. Мы снизу начнем. Этим будут заниматься социальные патологии, клинические социологи. Там есть материал, там есть инструмент, там есть блестящая французская школа и американская школа, латиноамериканские школы, которые могут этим заниматься. Мы с вами будем концентрировать внимание на межличностной патологии и прежде всего в семье. У нас очень многие конфликты стагнируют. Они стагнируют, они как бы… Вот мы сегодня употребляли такое эрозия культурности, эрозия идентичности, эрозия статуса. И вот сегодня я не говорил об этом, но редукционизм всегда надо что-то упростить. Мы говорим о карнавализации, о собственной жизни. Вот сегодня появился такой термин «семья театр и семья карнавал». Но у нас сегодня города карнавалы. Мы сегодня очень много играем. Я вам всем советую прочитать Франсуа Раблен, Михаил Михайлович Боксина. Карнавал – это форма вот такого социального протеста. Но слава богу управляемые, уязвимость, ликтимогенная уязвимость всегда приводит к политическим катастрофам. Аня затронула на уровне семьи, но выход от этой проблемы гораздо серьезнее, гораздо и так далее. Но это мы будем делать, когда нас пригласят социологи. Мы же с вами находимся между психологами и социологами. Спасибо вам. Это ваша сегодняшняя победа. Спасибо организаторам Новосибирскому отделению Общероссийской психотерапической лиги, Ане Булочеву и Игорю Ляфу. Персональное спасибо за возможность организовать такое заседание. Всего доброго. До следующих встреч на нашей с вами работе. А работа у нас будет весь месяц. Мы будем изучать с вами вексимологию и драматерапию дальше. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин